Ребят, всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Давненько у нас не было видео на моем русском канале. Я сейчас углубленно занимаюсь моим вторым каналом. Ну так вот, видео совсем не об этом. Прошло уже достаточно количество времени. Скоро уже будет год, как я полетела в Казахстан и вернулась. А видео о моих впечатлениях до сих пор нет. И вот много людей меня просило, много людей писало мне, чтобы я рассказала вам о своих эмоциях. Я долго думала, долго собиралась с силами моральными, психическими, психологическими, физическими, с какими хотите, как называйте. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, вообще самого главного вопроса, который слышу. Зачем я поехала в Казахстан? О поездке в Казахстан я думала, еще будучи в Казахстане, еще там живя, думала, что вот первый год я хочу поехать в Казахстан. Год жизни в Польше пройдет, и я вернусь в Казахстан, посмотреть, как там и что там. Именно почему год? Потому что это более-менее ты уже можешь посмотреть страну новую для себя, например, как в моем случае это Польша, пожить здесь, походить. И при этом ты уже можешь, еще помнишь свои впечатления о Казахстане, какие-то свои эмоции, можешь туда приехать, как бы сравнить, знаете, такой еще свежий взгляд, свежий взгляд на новую страну и свежий взгляд еще на свою старую страну, если так можно поделить. Вот, поэтому я очень планировала, у меня была такая цель, что первый год это стабильно у меня будет поездка в Казахстан. Но все мы с вами прекрасно понимаем, что я приехала в 19-м году, а в 20-м году началась всеми известная зараза, которая закрыла абсолютно все границы, и я как бы села. Потом следующий год продолжалось все то же самое, но и спустя год жизни в Польше, в принципе, как я это и предполагала, у меня начался вечный выбор, Казахстан или Хорватия, Казахстан или Албания, Казахстан или Греция. И вот это, знаете, вечный вот этот выбор, и естественно, это как бы очевидно, что я всегда делала выбор в пользу новой страны, потому что как бы, ну, Казахстан я видела, Казахстан я знаю, Казахстан мы знаем все, а вот новую страну посмотреть охота. Так я мучилась, мучилась, все, и каждый год я думала, и каждый год я многим знакомым говорила, вот в этом году я прилечу, вот в этом году это произойдет, приходил Новый год, все по старой, и я бы, возможно, так и не полетела в Казахстан, если бы у меня не было ваучера на лот, в размере, я уже говорила в предыдущих видео, 400 злота, которые мне надо было использовать, а лотом я никуда не летаю, потому что там космические цены. А я такая маме говорю, ну, вот, кажется, судьба, все, кажется, в этом году я лечу в Казахстан. Я купила билет, полетела в Казахстан, и какие у меня были ожидания? Давайте начнем с ожиданий. Мои ожидания от поездки в Казахстан. Я ожидала, что я приеду. У меня не было все 4 года, да, я все 4 года полетела в Казахстан, у меня все 4 года не было никакой ностальгии, такой, знаете, что, ой, там, я скучаю за тем, я скучаю потому, я скучаю еще что-то. Нет, у меня такого не было, но я надеялась, что прилечу в Казахстан, и вот здесь меня нахлынет, знаете, вот здесь меня прям как захлестнет волной эмоций, и я прям разревусь там, и вообще вспомню абсолютно все хорошее, забуду все плохое, тем более столько людей, столько мне знакомых, моих подписчиков мне писали, Казахстан уже не тот, город развивается, новостройки строятся, вы знаете, все местные паблики выкладывают, что смотрите, у нас многоэтажки, у нас новый торговый центр, у нас новый парк, у нас новая какая-то набережная, и каждый раз это преподносится очень красиво, с красивой такой картинки, и ты так смотришь и думаешь, вот, все, все, оно то, что надо. Я лечу, эмоции будут положительные, прям, знаете, вот такое будет приятное чувство, ожиданий было много, скажем так, это понятно. По факту я, когда запаковала вещи, все, мне за дня 4, наверное, до моей поездки начали снится ужасные сны, сны о разных катастрофах, сны о каких-то таких событиях, которые я не могу говорить на ютюбе, но вы понимаете, о несчастных случаях, скажем так, произошедших со мной, происходящих со мной, которых, естественно, не было, потому что там я везде была, я не могу сказать, я типа не любит этих слов, вот, поэтому все мы понимаем, о чем мне снилось, все самое плохое, что может произойти, оно мне снилось, поэтому уже такая, знаете, подушечка негатива была, ожиданий было много, я говорю, прям, я еще такой сюрприз делала, я никому знакомых не говорила, летела, в общем, полетела. Еду я, значит, во Вроцлав, доезжая уже до аэропорта, у меня были такой, знаете, мандраж, единственное, я ехала, получается, меня в аэропорт вез мой знакомый, и у меня такое было желание, я ему уже говорила, что если бы я вот сейчас смогла, если бы у меня были застрахованы билеты, я бы развернулась. В момент подъезда к аэропорту я поняла, что я лететь не хочу в Казахстан, я хочу остаться дома, я хочу домой, и у меня безумно дикая скука по дому началась, хотя я еще не доехала до аэропорта. В этом, в общем, в аэропорту прошла все возможные проверки, все, и тут, тут вот в этот момент на меня нахлынула волна Казахстана, которую я прекрасно забыла за 4 года, потому что я в Польше не общаюсь с русскоязычными, вообще ни с кем, неважно с какой они страны, просто ни с кем не общаюсь. Это касается наших эрипатриантов, поэтому, знаете, вот сам такой, вот эта атмосфера, мне уже была чужуда, 4 года как-никак чисто в этом обществе, и тут на меня нахлынуло, повеяло Казахстаном. Захожу, и просто вот резкие стабильно, маты, это вот именно когда зашла уже после проверки граничной, перемат, крики какие-то, и вот это что меня убило, я хотела сесть, ну, как бы очевидно, мне еще там 4 часа ждать самолет, все скамейки заняты, людей раз-два я обчес, люди просто-напросто лежали на скамейках, вот просто вот лежали на скамейках, и как бы, хочешь сесть, садись на пол, все было занято, естественно, никто не планировал уступать, все устроили себе такое, знаете, зимование тюленей, скажем так, это культурно, и при этом они матерятся, и вот это вот, эй, ты, давай, ну, я, таким словечком, давай, пошевеливайся, жены мужей ругают, и я такая, типа, уху-ху. Другая нюанс, который я сейчас вспомнила, я была там как белая ворона, в любом смысле слова, потому что я была все одета белая, у меня были такие мятные штаны спортивные, белые кроссовки, белые носочки, белая футболочка, белая кофточка, я была во всем абсолютно белом, и все люди стабильно в черном. И я такая, да, я, кажется, что-то забыла, я привыкла, я в любую страну, что будет агреться, Албания, Хорватия, я стабильно в белом лечу. Почему? Не знаю, мне нравится, красиво, эстетично, а во-вторых, просто, когда прилетаешь в жаркую страну, тебе комфортно в этом, потому что тебя это не жарит. Я так захожу в этот аэропорт, там, где вот этот гейт именно, и я смотрю, что все в черном, и я такая, кажется, я допустила ошибку. Но пожалеем об этом потом. Дождалась я, в общем, свою посадку, все как не может быть. Потом у нас немножко задержали посадку, возможно, они не успели убрать в самолете, или что-то другое, какие-то подриготовления, и вот именно в этом рукаве мы должны были постоять немножко подождать. И тут-то начались, видимо, за 4 года жизни в Польше, да кто-то скажет, что это много, кто-то скажет, что это мало, учишься, привыкаешь ждать. Здесь ты ждешь визит в Ужон, здесь ты ждешь визит к врачу, здесь ты просто в вечном ожидании, и ты это воспринимаешь более-менее уже комфортно. Ну, как бы, ждать, надо ждать, ну, подождем, что здесь такого. А приходя уже в этот рукав, и когда там нужно буквально подождать, ну, 5-10 минут, вот это начинается ссора, вот эти крики, да что они нам не открывают, сколько их можно ждать. Знаете, здесь более работает такой принцип, за что уплочено, то и проглочено. Вот я же оплатил, открывайте мне быстрее дверь, я не готов ждать, и тетки ругаются, тетки срутся, там вот это вот кипиш, вот это все, короче, эмоции, полный бокал уже, еще даже я не сев в самолет, направляющийся в Астану. Дальше начинается вот это вот, приходишь в самолет, как бы багажное место, за сиденьем не закреплены. Свои вещи можешь положить, хоть в начале самолета, тебе никто слова не скажет. Ну, и наша русская Ванька. Потому что здесь как раз-таки начинается самый срач. Это мое место, это моя багажная полка, а вы что туда ложите, а что туда кладете, а вы что туда всовываете, это мое стюардесса. И, в общем, сидишь ты так в этом самолете, на своем сиденье спокойненько, и понимаешь, какой издец тебя ждет дальше. Ночь прошла, скажем так, не совсем комфортно, мне было неудобно, мне прям все мешало. Эмоции, вот это все, все равно ожидание. В общем, прилетели мы в аэропорт Астаны. Вышла, все нормально, купила сим-карту, женщина там была очень приятная. Хотя меня до этого тоже пугали, что там, и говорили, что невозможно купить номер, невозможно на себя зарегистрировать, это не получится, на иностранный паспорт. Как всегда, мир полон мифов и легенд. Спокойно подошла, спокойно купила, вышла на остановку, села на автобус, приехала. Первое, что бросилось в глаза, все очень злые. Мне кажется, если бы у меня было столько кредитов, долгов и проблем, я тоже была бы злая. Все очень хмурые, очень злые прям. А многие в Европе говорят, что как раз-таки поляки это самая грустная и суровая нация. Далее, приехав уже на ЖД вокзал, я понимала, что поезд мне нет смысла ждать, хоть немногие писали. Но поезда вообще-то ходят. Я знаю, что поезда ходят, но когда я прилетела, уже была на вокзале в 9 утра, автобус идет в 16.00, мне столько времени, смысла нет ждать. Если я уже в 14.00, могу быть вся в городе. В общем, нашла я, как всегда, как говорят, называют их крикуна. Нашла крикуна, отдала свой багаж, пошла купить воду и, естественно, воспользоваться уборной на автовокзале. Я не знаю, нужны ли тут вообще какие-то комментарии, когда я зашла и посмотрела, что за 4 года не изменилось ничего. Совсем. По дороге я уже упущу момент, когда я ехала и была в шоке, что просто по Астане там вот такая вот трава, просто ховыль-ховышется, приветствует, как говорится, на родных просторах. Ладно, зашла я в эту уборную на автовокзале. Я была в шоке, это ничего не сказать. Запах там стоял такой, чтобы сразу человек понимал, куда он заходит. Не в галерею, знаете, не в Эрмитаж, чтобы знал, зачем и куда он пришел. Чтобы у него был целый квест, найди чистый горшок, где не будет вот такая куча навалена и бумажки прикрыты. С приятного аппетита, кто сейчас кушает. Это такие мои первые эмоции. Думаю, в жизни главное это постоянство. Сколько лет я уже была в Астане и сколько лет его вообще не ремонтируют. Мне кажется, это те же самые двери, что были там 10 лет назад, те же самые и сейчас стоят. То же самое, все без изменений. Есть стабильность. Второе, или это уже четвертое, не знаю, считайте сами. Что меня удивило, поразило, этого я не замечала, потом я спросила у своих знакомых, это действительно мне не бросилось в глаза, сразу говорю. Огромное количество убитых машин. Просто нереальное количество разваленных машин. Их как будто, извините за выражение, совмастерили на и палок просто. Просто, их вот просто слепили из того, что было. То, что получила, то и полюбила. Едет машина а-ля Мерседес, черного цвета, с крылом от какого-то Пежо желтого цвета, с бампером от какого-то, не знаю, БМВ, с задним крылом, я не знаю, вот какой-то Мазды вообще серебристый. Вот это вот что-то такой гибрид. Как тут Лунтик, мама, я родился, получилось. Для меня это был такой шок, удивление. Я спросила у знакомых, говорю, слушайте, мне говорю, кажется, может, я раньше не замечала, что на улицах, и это не говорю про свой город, я говорю вообще по дороге, когда я ехала с Астаны и по Астане, что очень много прям старых разбитых машин. И мне сказали, что нет. Действительно, в последние, особенно два года это появилось, потому что с заграницы, вот именно там с Узбекистана, с России, начали гнать старье, и проще растамушку сделать и пригнать старую вот такую вот разбитую, и потом ее сдать, научили поехать за новой, нежели купить какую-то хорошую и просто ее держать в хорошем состоянии. И действительно, ездят такие вот, просто с чего слепили эту машину, такая она и ездит. Я записывала на польский канал свой абсолютно всю поездку, плюс-минус почти каждый день. И многие заметили тоже, что, не бояюсь ли ты ехать на такой машине, когда я ехала на такси, что там разбитое стекло лобовое, все, вот, знаете, паутинка пущена. Я говорю, да нет. Ну, у меня всегда больше одна фраза, когда мне говорят, а ты не боишься там, а там еще что-то, играешь в Казахстан? У меня уже ничего не страшно. Дальше приехав в город, меня высадили на вокзале, мужчина вообще был хороший таксист, приятный, я ехала спереди, все как хотела, цены в основном не подняли, прям не настолько, чтобы это прямо ударило по карману, в общем, все было хорошо. Доехали мы с ветерком, легко, слава богу, без приключений. Приехав в свой город, напомню, что в городе я жила, где 160 тысяч населения, как бы, я в Польше живу, точно в таком же размере города, поэтому это не то, что я тут в столице жила, а приехала туда в какое-то село или там, не знаю, дыру, забитую досками. Нет, я приехала также в крупный город, областной центр. Первое, что мне бросилось в глаза, это мне бросилось потом в течение всей недели. Пыль, это вот эти вот горы вот этой пыли какой-то непонятной, которые не подмели, не вымели, ничего. Трава, трава сквозь брусчатку. Первым делом, наверное, что я сделала маме, когда уже приехала в свой город, я написала, мама, я на месте. Вторая моя была фраза, мама, смотри. Я просто записала ей с такими возмущениями, удивлениями, говорю, неужели нельзя? Даже каждый магазин просто бы вышел и убрал в своем, как бы, окружении. Свой периметр, свой квадратик этот убрали, уже было бы чище. Другое, это разваленные какие-то лестницы, вот эти вот, знаете, металлоконструкция сама есть, а вот этого бетона нету, нету вот этой щебенки, просто все держится на добром слове. Для меня это было все, конечно, таким прям удивлением, кошмаром и не укладывалось в голове. Я решила идти до своего, я там снимала квартиру, поэтому до квартиры шла пешком, решила пройтись по всему городу, думала, что возможно где-то, окей, там где вокзал, там окраина, в центре где-то будет ситуация получше, ситуации получше к сожалению не было, вот эти пешеходки разваленные, вот это вот все, вот это вот, говорю, у меня больше всего в голове засело, это проросшая вот эта трава, трава проросшая сквозь брусчатку, ну как бы, алло, можно же привести в порядок. Мы еще часто с мамой, знаете, обсуждаем дома, мама говорит, вот в Польше нет дворников, вот, по крайней мере, в нашем городе нет дворников, ну нет такого дворника, есть понятие, есть в польском языке понятие дворник, как такого дворника у нас нет, у нас или же ездит специальная машина от как бы городского управления, которое убирает, особенно там листву, или убирает грязь после дождей, или каждый нанимает какого-то человека, который вот их, как я говорю, периметр убирает, и каждый так периметр убирает свой участок, каждая какая-то там организация, дом, все, и таким образом получается чистая улица. А если центр, то да, возможно, это можно назвать его дворником, но я бы больше сказала, что это какая-то такая социальная служба, коммунальная, коммунальная служба, которая это убирает именно от города, это, знаете, как зеленство, но как таковое, вот это вот, улицы с утра не метут. Мама мне всегда говорила, вот здесь бы не хватало этого, вот в Польше не хватает такого, сначала так, ну да, да, возможно, приехав в Казахстан, я понимаю, что да, они есть, а толку от них нет, ничего не меняется, чище не стало, аккуратнее не стало, все то же самое, что они есть, что их нету, это не меняет дело. Дальше я заехала в квартиру, первым делом, конечно же, надо покушать. Пошла в популярное кафе, в котором мне потом же сказали, ну, нашла куда идти, там как бы недешево, но я, я очень хотела пойти в это кафе, я прям смотрела меню, фотки дома, когда сидела еще в Польше, и думаю, я там вот это съем, я по-любому вот это съем, в итоге я пришла, я помню, как сейчас я заказала салат Цезарь, чизкейк заказала, кофе, и что я получила из Цезаря, два или три кусочка яичка, два кусочка помидорки, вроде, или четыре, черри именно на половинку порезанные, два или три кусочка курочки, и вот такую гору салата, просто салат, я ж не травное живот, я ж не это, здесь порции так порции, здесь прям ложат, кладут, мне вообще без разницы, накладывают, насыпают, полную тарелку, и можно кушать прямо от души, знаете, домой еще с собой возьмешь, а там просто салат, ну, поклевала я этот салат, сделаем вид, что я наелась, следующее, что у меня было в этот день, это поход в магазин, чтобы купить что-то завтрак у себя, у вас все и дорого, честно скажу, я как человек, живущий ранее в Казахстане, ехала я в Казахстан, с мыслью такой, что там все, наверное, все так же, ну, плюс-минус, я так, очевидно, я человек умный, достаточно, чтобы понимать, что девальвация, цены растут, все, особенно вот после этой заразы, с последними событиями, все, 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 цена как бы вперед, но я же не думала, что настолько, больше всего, наверное, из этого всего, меня поразила цена на воду, вот прям вот чувствуется, знаете, вот как будто по Казахстану, действительно, глобальное потепление ударило уже, вот прям вот вообще, что пресная вода уже кончается, вот последнюю отдадут, уговорили мне вот эти вот, знаете, контейнеры, вот эти набирать, вот аппараты, но вода там по вкусу, ну, не знаю, можно там туалет самовать, вот реально, я в ней воду, я с ней, честно говорю, я в ней стирала вещи, потому что с крана вода, с крана это просто, там собаку страшно мыть, не то, что человеку, а белые вещи стирать, там вообще бессмысленно, потому что проще их носить и выкидывать, действительно, я вам говорю, ой, ну ладно, короче, покупала я воду питьевую так, у нас 5 литрушка воды стоит злотый 60, там 5 литрушка воды стоит 6 злотых, я когда сняла на польское видео и показала цены, и все такие, а что у вас с водой, я стесняюсь спросить, в общем, да, короче, очень интересный такой факт, цена на воду меня ошарашила, я рассчитывалась крупной купюрой, и мне вот это вот, знаете, милостыню отдали у церкви, и я говорю, зачем мне делать, по 5 тенге они мне дали вот эту кучу, я не знаю, мне там дали около 1000 тенге, по 5 тенге, я в прямом смысле слова, вот это как милостыню держала, я говорю, а теперь куда мне ее, карман совать, я говорю, нет, пожалуйста, заберите, я отдала обратно, мне возмущались, пошли по мне, это такие мелочи, на которые, знаете, такое, на вечер, все мои взрослые люди, я купила себе Саммерсби, в Казахстане тоже есть Саммерсби, прям классно, свой любимый вкус, купила, думаю, наслажусь с дороги, прям, знаете, за приезд, как говорят, открыла я его, вопрос такой, я не понимаю, в Казахстане очень мало воды, очень много сахара, оно было такое сладкое, оно было такое приторно-сладкое, утром я встала, в квартире был адский дубак, я вспомнила, как зимой в Казахстане собиралась в школу, а это, к слову, август, следующий нюанс, комары, огромное количество комаров, просто нереальное количество комаров, для меня, для меня вообще даже просто слово комар вызывает истерику внутри, я ненавижу ни звук, ни укус, у меня очень сильная реакция в организме на укус комаров, поэтому для меня это адский ад, количество комаров, там меня просто повергло в шок, это просто, это август, все лето должны были уже травить этих комаров, в центр города, ай, ладно, дальше я пошла по магазинам, по базарам, потому что мне было интересно посмотреть, что можно купить, торговый центр, базар, магазины, рынки, что можно привезти интересного с Казахстана, знакомым, друзьям вкусненького пробовать. Я решила явно как бы Казахстан, цены недорогие, можно посмотреть одежду. Начала расти по теговому центру, одевалась я, естественно, не как какая-то бич-компания, это как бы очевидно, одеваюсь достаточно солидно, мне нравится, как я одеваюсь, у меня очень хороший вкус, себя не похвалишь, никогда не похвалишь. Поэтому и там я была, как мне сказала одна девушка-продавщица, вы отличаетесь, но это не значит, что плохо, отличаться можно и в хорошем смысле, как говорится, как мне сказала, сразу видно, что вы не место. Зашла я в торговый центр, хотела посмотреть себе кроссовки, у меня была цель купить кроссовки, зашла я и спрашиваю, говорю, о чем? Кроссовочки. На что очень милая женщина оборачивается, смотрит на меня снизу вверх, сверху вниз. Для вас дорого. Разворачивается и начинает делать свои дела. Сказать, что я вышла как оплеванная? Нет, на меня вышлили ушат помоев просто, ушат просто канализационной какой-то водой. И меня это так бомбануло, ну, типа, ну. Видно, сразу у вас продажи идут. У вас как раз-таки вот с таким подходом к клиенту просто вот такие, наверное, продажи. Понятно, почему многие продавцы потом жалуются, вот у нас вообще у людей нет денег, у нас бизнес не идет. Нет, у вас не идет бизнес, не за то, что у людей нет денег, у вас нет культуры. Следующая, я пошла в магазин, хотела там кое-что маме купить. Оно есть в Польше, но оно стоит в три раза дороже, поэтому я решила, ну, в Казахстане. Китайская штуковина, что там, что там. И это счетчик для вязания, потому что моя мама вяжет. Я пришла, я знала, в какой магазин идти, я прихожу, говорю, здравствуйте. Я вижу на перелавке, говорю, дайте мне просто счетчик-петель. Она говорит, что? Я говорю, ну, счетчик-петель дайте. Она, я вас не понимаю. Мы разговариваем с ней на русском языке, чтобы вы понимали. Я говорю, ну, счетчик-петель. Сторонный палец одевает, счетчик-петель. А она, а по-казахски как он называется? Я в душе не знаю, как он будет по-казахски. Я говорю, я не знаю, извините. Ну, тогда ничем помочь вам не могу. Я говорю, но он мне нужен. Вы знаете, мне как бы то, что она мне не хочет продать, меня это не остановит. Я говорю, но он мне нужен. Другая уже говорит, ну, ладно, уже пальцем покажите. Я говорю, я все время показываю. Вот это вот мне надо. А, это? Потом она спрашивает один-другой. А по-казахски как это будет? Другая говорит, честно, я не помню, я же что-то забыла. А он говорит, вот это вам надо? Я говорю, да, счетчик-петель. А, ну, так сказали бы сразу, по-казахски я бы вам сразу и подала. Я такая, ммм, такая вы очень милая женщина. Ладно, в общем, купила я. Еще раз меня окатили. Вот этим всем сказала бы я по-казахски, я бы тогда об ней продали. Если бы я не настояла, мне бы не продали, потому что она говорила, скажите по-казахски, как это будет. Я вам подам. А так я вас не понимаю. Ну, так, знаете, мне поражает, я все это понимаю. Я понимаю, я знаю ситуацию, какая там сейчас в Казахстане творится, но ну, так почему же она ко мне не обращалась тогда по-казахски, раз она не понимает, как это будет по-русски. Понимаете, да, мой уровень насыщения эмоциями в Казахстане. Потом вот с этим вот Каспи везде мне, но, могу сказать так, огромный был плюс, конечно, когда мне говорят, я говорю, что извините, у меня Каспи нету, я могу только за наличку. А за наличку тогда подешевле вам будет. Я такая, потрясающе. Я знаю, что это неправильно. Я знаю, что это запрещено законом, можно пожаловаться на такого продавца, но мне нет резона, потому что мне нет Каспи, я им никогда не пользовалась. На Каспи я только лажу иногда, когда хочу посмотреть, сколько что-то конкретное стоит в Казахстане. Не более того. Идем дальше. В кафе. Как же без этого? Очередной раз я решила покушать вечером, поужинать. Я зашла в кафе, у меня была цель, я заказала опироль, потому что я летом всегда заказываю опироль, где бы я ни была в какой точке мира. И второе, я заказала стейк. На стейке я всегда заказываю средние прожарки обычно, или хорошо прожаренные. Нет, я заказываю или средние прожарки. Очень редко, когда я заказываю с кровью. С кровью я жарю обычно дома, мне нравится, как это делаю я, а вот именно средние прожарки я застабильно заказываю, чтобы оно было прожарено. Заказала, объяснила. Кафе, причем, тоже очень хорошее. Я не ходила по каким-то там, знаете, а-ля забегаловкам. Один раз была в шашлычке за все время, а остальное время просто я ходила по нормальным кафе, как бы, могу себе позволить. Для этого работали. И, в общем, такой даже, говорю, уровень кафе, там, а-ля стейк стоит около 5-6 тысяч, там, опироль, было около 2,5-3 тысяч. Ну, такое, знаете, нормальный сегмент, скажем так. Во-первых, официантка у меня такая, ну, и, ну, ладно, думаю, хорошо, ну-ка я мне тут, ладно. Она мне все, думаю, ну-ка хоть не ну-ка, дай мне покушать. И я еще заказала на закуску креветки темпура. Тренировки. Думаю, пока стейк готовится, я примерно знаю, сколько это времени, я сама когда-то работала в ресторане, поэтому я все это прекрасно понимаю. Думаю, она мне принесет креветочки с опирольчиком, потом к стейку я закажу какой-нибудь другой коктейльчик, и вечер удался. Сижу-жду, жду-сижу, жду-жду-жду. Она мне приносит стейк, она мне приносит опироль, и через пару минут он мне приносит креветки. И я ей говорю вот такую фразу к официантке, говорю, извините, я думала вы мне креветки заранее принесете с опиролем, а потом уже стейк, потому что, как бы, креветки это у вас в рубрике закуски. На что она мне выдает фразу? Просто понимаете, креветки со стейком готовились одно и то же время. Серьезно? Креветки, которые жарятся буквально там пару минут и кусок мяса жарятся одно и то же время? Ладно. Я не стала возмущаться, как бы, пусть с тобой, фиг с тобой, золотая рыбка. Креветки были супер, вообще просто это было блаженством. Глотнула я опироль. Повторю еще раз вопрос. Я так понимаю, с сахаром проблем нет там. Он там в полном достатке, можно хоть одним местом жуть, да? Он был такой сладкий. Он аж вязал. Я заказала воду, чтобы запивать. Опироль запивать. Это, 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 это высший, наверное, уровень извращения. Ладно. И стейк. Знаете, где есть прикол? Какой стейк? Уровень принесу или приведу к живую корову, чтобы вы укусили за жопу? Вам ближе куда? Да. Вот мне привели ее ближе к живой корове. Вот мне кажется, она мычала еще две секунды назад. Я тут ее поджарили так слегка. Отпилили кусочки, поджарили. В таком уровне оно было. Я с коровью ем мясо. Я обожаю это мясо. В общем, поэтому я поела этот. Приходит потом официант, получается, приходит забирать. Я говорю, мне просто счет. Я говорю, только не вчитывайте обслуживание, за него я платить не буду. Что в Казахстане это логика такая, что обслуживание включено. Мы же как по Америке живем. И я говорю, что я не буду платить за обслуживание. Но надо. Я говорю, нигде не сказано, что надо, но по уровню вашего обслуживания, плату за обслуживание вы как бы не заслужили. Я могу менеджера позвать. Я говорю, конечно, зовите вообще без разговора. Приходит менеджер. Здравствуйте. У вас там какие-то проблемы? Я говорю, в принципе, как-то, каких проблем нет. Я говорю, просто я бы хотела просить вас вычеркнуть все за такое обслуживание. Вычеркнуть мне именно этот 10% заплуживания. Я заплачу за все, только обслуживания не буду. А что случилось? Я говорю, во-первых, принесли креветки со стейком вместе. И мне принесли это под фразу. Оно готовилось одновременно. Я говорю, вы серьезно считаете, что человек не знает, что мясо готовится дольше, чем креветки? И закуска, она должна приноситься как закуска, как аперитив. Сначала, а не как десерт в самом конце. Она такая, ну да, ошибочка. Я говорю, хорошо. Он говорю, а перроль какой он должен быть? Я говорю, это мой любимый напиток. Я знаю, что он освежающий. Он легкий. Я говорю, вы когда-нибудь видели, чтобы перроль водой запивали? Менеджер стоит. Ну нет. Я говорю, ну вот. Я говорю, мне пришлось, потому что его пить невозможно. Я говорю, вот видите, я его даже не допила по факту. Стейк. Я говорю, какой половина этого стейка, что осталось на тарелке? С кровью. Я говорю, а я заказывала средний прожар. Потому что у меня не было желания. Я ем с кровью. Но средний прожарки я хотела. Я говорю, я поела, да, спасибо. Вечер испорченного отдыха, как такого не было. Но я говорю, и пожалуйста, пообщайтесь с вашими коэффициентками, если у них какая-то проблема в жизни. Но это только их проблема. Я прихожу сюда отдохнуть, я хочу отдохнуть. Я не хочу видеть их кислую мину и вот эти вот подачки, типа Нати. Собакам даже так не подают кость. Да, я вас поняла. Ну и, видимо, это их постоянная история, потому что она такая мы за, типа, предоставленные вам неудобства, мы вам принесем любой этот коктейль, какой вы закажете. Я говорю, да нет, я не хочу. Я говорю, я не буду коктейлей. Я ничего. Я заплачу за все. Ну, я же как бы поела, все равно выпила. Я говорю, только я не буду за обслуживание платить. Потому что, говорю, мне не нравится, а подходят ваши официантки. Ну, она настояла. Мы даже, что нет, мы все понимаем, поэтому вам испорчен вечер, мы вам сделаем коктейль. Я тоже не стала наглеть. Я выбрала, если не ошибаюсь, Маргариту. Она там стоила около 1700 тенге. Я говорю, сделайте ее, и нормально. Сделали ее превосходно. Просто это лучшая Маргарита, которую я вообще пила когда-нибудь. Сделали на славу. В общем, я оплатила, все. В общем, тоже поделилась у себя в Инстаграме, и все люди написали, ну, да, типа, какое вы хотите обслуживание? Это же Казахстан. И вот это как-то немного даже обидно, что это все воспринимают как что-то нужно, как что-то нормальное. Типа, ну, у нас такой сервис. У нас его нет. В принципе, как таковое, после эмоций каких-то Казахстана у меня все то же самое, что вот эта вот грязь, разруха, развал. Пошла я на эту новую у нас там набережную сделали, ее так красиво фоткали, ее красиво показывали. А по факту разваленная, разбитая, неухоженная, не облагороженная, загаженная. Не ступить, не сесть. Писали одно, показывали одно. Красиво даже сейчас фоточки смотрю, вот этот уже год, считайте, почти пришел, как показывают эту набережную, она такая чудесная. Ну, а по факту, по еде, по вкусу еды мои впечатления. Это такая трава. Когда я посмотрела на этот хлеб, я ни кусочка хлеба не съела в Казахстане. За все время один раз съела, когда ела шашлык. Что за прикол в Казахстане сейчас, чтобы купить шашлык, нужно заказать сначала салат. А я не хочу салат. Нет, нужен салат. Иногда тогда встаете и уходите. Вот уже такая особенность. В Казахстане сейчас вот с этим шашлыком для меня тоже было поразительно, что нужно заказать салат. Раньше, я знаю, только одно или два места так практиковали, а сейчас вообще стабильно. Выбор одежды в Казахстане. Я почему-то ожидала, что прям там будет вау-класс, что я накуплю, что баулами притащу. А по итогу я привезла там две футболки, платья, все. Ну и кроссовки. Интересная еще особенность. Больше я ношу размер ноги 39. В Казахстане это 41. Тоже такая особенность. Такие вот у меня впечатления. Не очень хорошие. Ехала я домой, я не домой не ехала, я бежала, я вперед паровоза, я просто... Я когда летела в Казахстан, я не могла ни на минуту уснуть. Когда я села в самолет уже лететь в Польшу, я пристегнулась. Еще шла посадка. Я одна из первых залетела в этот самолет. Я пристегнулась и отрубилась. Я отрубилась еще до взлета. Мне вот это вот, знаете, там о безопасности рассказывали, все это называется. Я все равно не проснусь, даже если что-то случится. Я только встала, когда уже будили на ужин. И мне нравится вот это вот обслуживание. Я прям наслаждалась в последние минуты, когда летела в Казахстан. Я пью чай-баварку. Я попросила стюарда. Я говорю, а можно мне чай-баварку? Он такой, попробуем организовать. Они меня организовали. Поэтому я пила чай, который люблю. В общем, обратно мне уже было настолько без разницы. Я просто хотела спать. Я хотела уже домой. Последние... Я в Астану прилетела... Приехала до самолета где-то примерно за 12-18 часов. Мы выехали именно туда. Погуляли по Боровому. Многие, кто живет в Боровом, мне писали и говорили, что здесь нечего ловить. Здесь просто огромная свалка. Действительно, я приехала там. Толком ни лавочек, ничего. Это все один большой сплошной бизнес. И мне очень безумно жалко этих птиц, которые... этих ястребов, соколов этих, чтобы с ними фоткаться, Беркутов. Цены аховские. Это фотка с Беркутом. Три тысячи тенге или три с половиной была. Одно хотя бы плюс, что перед моим приездом где-то за месяц был какой-то скандал, что туалеты в Боровом были платные. Выступил какой-то Аким области или кого-то сказал какое-то позорище для иностранных туристов, что у нас туалетные платные. Когда я была, уже были туалеты все бесплатные возле этой... Я первый раз, кстати, была в Боровом. Эмоций было много, положительных было мало. Там даже, где раньше дыр не было, дыры появились. Неухоженность страшная, люди злые, люди готовы кинуться, я не знаю, прогрызть голову, прогрызть шею. Это очень странно все. Откуда в людях столько негатива. В общем, такая вот поездка в Казахстан. Ну, что я могу сказать? Итоговое, заключительное мое впечатление от поездки в Казахстан. Впечатлена ли я? Определенно. Удалась ли поездка? Что нет чем, да? Ожиданий у меня было больше. Больше каких-то, наверное, вот этих вот трепетных самих, вот этого, знаете, там придуманного чего-то. Прямо как такого вау-эффекта, естественно, не было. Я ожидала больше, потому что очень много смотрю разных пабликов всего и как они рассказывают, как красиво и современно выглядит Казахстан. Могу сказать так. Прошло уже 9 месяцев после моей поездки. Как видите, я очень долго созревала на данное видео. Все 9 месяцев. Каждую ночь, каждую вторую ночь. Первые полгода мне снилось каждую ночь. Сейчас уже начало каждую вторую ночь, каждую третью ночь мне снятся кошмары. Все кошмары связаны с Казахстаном. И да, возможно, вы сейчас вообще не рады слушать это видео и не согласны с моим мнением. Но к вам есть сюрприз. Я знаю, что очень много желающих будет мне накидать на вентилятор целую панамку, за шиворот и во все другие места. Но, как вы могли заметить, комментарии по данным видео я закрыла. Поэтому это мое мнение. Это видео только о моем мнении. Ваше мнение драгоценное. Оставьте при себе. Спрячьте его и никому его не показывайте. Да, раньше я слушала всех, читала все комментарии. Сейчас мой канал этот русский приносит мне тоже очень много негатива. Поэтому я вам не позволю еще его преподнести больше в мою жизнь. Так что свое драгоценное мнение при себе. Комментарии закрыты под этим видео. Я с вами поделилась. Хотите, понимаете, хотите, нет. И да, мне уже полгода снятся каждый день кошмары. Все связаны с Казахстаном. Потому что я все время нахожусь в Казахстане. Я хожу по улицам. Якобы я не могу вернуться. Якобы я не могу приехать. Я пытаюсь успеть на самолет. Сейчас мне каждую вторую, каждую третью ночь снятся такие сны. Это в 9 месяцев. Я очень устала. Я очень вымотана. Я не сплю каждую ночь. Я всю ночь якобы опаздываю на самолет, опаздываю на рейс, опаздываю в аэропорт. Самолет улетает без меня. Я плыву на подлодке. Я еду на машине, на мотоцикле. У меня был даже сон, что я на плоту. Я любыми способами я пыталась добраться до Польши. Это смешно звучит, когда вот так вот все подумаешь. Но это очень устаешь, потому что ты всю ночь во сне ты пытаешься бежать, 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 бежать. Успеть, чтобы только выехать. Потому что ты боишься, что тебя оттуда вопрос напросто не выпустят. Вот такой парадокс. Если смотреть с этой стороны, то лучше бы вообще в Казахстан не ехать. Это не я одна такая, когда я рассказала об этом. Я часто об этом рассказываю в своем инстаграме. И мне многие написали, что да. После приезда в Казахстан у них тоже начались, например, кто жил месяц там, например, в Европе, два месяца в Европе, кто был здесь на работе, вернулся в Казахстан. У них точно такие же кошмары, только в обратную сторону. И депрессия, люди впадают, люди не хотят ничего делать. Первое время я даже не хотела вести канал, ничего. У меня не было желания даже утром вставать, потому что... Но это все зато мне позволило оценить больше то, что я нахожусь в Польше. Я просто благодарю каждый момент, каждое мгновение, находясь здесь. Первые четыре года, наверное, я не ценила. Я принимала это как должно, типа, и я в Польше. Ну, как бы все. Ну, это уже очевидно. Сейчас оценю каждый момент. Иду по улице, думаю, боже, а вот... А ведь могла бы идти по Казахстану. Так что, ведь хорошо, что я сейчас в Польше. Вот могла бы этого не увидеть. Была бы в Казахстане. Я рада чистой воде, я рада все. Я наслаждаюсь каждым глотком, когда пью из-под крана воду и могу пить, и знать, что там не плавает никакой червяк или какой-то, не знаю, что-то другое. Когда я могу купить продукты, они будут действительно вкусные. Хлеб будет с пекарней, вот этот хрустящий, знаете, как в детстве, а не тот, который можно в амбаре попервать и гвозди забивать. Я знаю, что я точно не траванусь, что я, если я купила какой-то там Саммерсби или я купила что-то другое, оно будет вкусное, оно будет настоящее, а не какое-то там пересоленное, пересахаренное. Я не знаю, со специями действительно в Казахстане какая-то проблема. Их слишком, видимо, много, воды слишком мало, и поэтому людей решили добить. Вот такое вот мое мнение. Не привезла я многого из Казахстана. Понимаю, что если бы я сейчас поехала, я бы вообще мало привезла чего. Единственное, что, да, я привезла холодное копчение рыбы. Это действительно вкусно, это классно, это я привезла. Это вот единственное, что действительно еще не испортили. Другой вопрос. Поеду ли я еще в Казахстан? У меня в голове в такие моменты крутится только одна фраза. Наши знакомые 25 лет не были в Казахстане, они сами живут в Германии, они полетели туда, они пробыли там 10 дней и сказали такую фразу. Мы 25 лет не были в Казахстане, еще бы столько же не были. Поэтому я бы могла так тоже сказать. Я 4 года не была в Казахстане, не была. Но да, я еще поеду в Казахстан, но только по необходимости, не из-за своего яркого желания, не из-за своего безумного, безумной хотелки, только когда это будет вынуждено, когда это... У меня там есть еще пару дел, которые есть, которые надо решить. Возможно, потом кому-нибудь захочу еще Казахстан показать, потому что как страну... Я обожаю Казахстан, я там родилась, у меня много воспоминаний, я люблю продукты. Единственное, что, я не попробовала знаменитая наша мороженая, ни одного. И я не съела ни кусочка конины. И я не съела ни кусочка шужука, хотя я вот это вот, наверное, больше всего зачем хотела. И то из-за того, что мне сказали, что просто сейчас конины как таковой толком нету. Именно вот я хотела готовый уже шужук и козы. Не такой, который надо варить, все, понимаете, как бы времени у меня нет там варить. Я приехала отдыхать. Я хотела готовую распаковку, и мне рассказали те, кто это изготавливал, что там большинство говядины, потому что конины как таковой сейчас на убой не было. Вот. Я потому что спрашивала у знакомых, говорю, где можно хорошую купить. Мне сказали, сейчас, не в этом году. Поэтому я ничего не поела. Говядину я могу спокойно здесь купить, а на дабон конину пойду в магазин и куплю колбасу с конины, а там немножко чувствую говядину, так что такую мешанку я могу и у нас поесть. Как такового желания, я не горю лететь в Казахстан. Иногда у меня вспыхивает до сих пор, вот когда я смотрю красивое видео в паблике, я такая, типа, блин, классно там пройтись. А потом вспоминаю, что это просто картинка, такая, думаю, ясно. Опыт у меня очень негативный. Нет, я не рада, что полетела в Казахстан, но опять же, рада, что теперь я ценю больше Польшу. Я здесь дома, я наконец-то дома, там вообще ничего не родное, ностальгия не проснулась, землю не целовала, песок на дорожку не собирала, камушек под сердцем не привозила, ничего такого. Фотки наделала, видео наснимала, все поснимала, все посмотрела, эмоции негативные у себя вызвала, до сих пор моя психика успокоиться не может. В общем, я привезла только рыбу, ряжу маме, негативные комментарии от вас, кошмары во снах и опыт. Все. Так что, вот такое мнение, вот такое видео. Комментарии вас попросить не могу написать, потому что они у вас закрыты, еще раз повторюсь, поэтому всем спасибо за просмотр и увидимся в скором видео. Может быть, месяца через два, если я вернусь на этот канал. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова